Литература Кто-то из современных нынешних классиков очень интересно сказал Литература дает человеку надежду Она нашу обыденную жизнь во многом скучную, во многом жестокую, бытовую делает глубокой и странной Она остраняет нашу жизнь И поэтому, прикасаясь к произведениям литературы, к литературным героям мы как бы обретаем новую реальность Ту, в которой возможны чудеса А человек не может жить без чуда Оно ему обязательно нужно Литература, вообще искусство, художественное творчество дает человеку безграничную свободу Не только тому, кто создает произведения, искусство но и тому, кто его воспринимает Зрителю, читателю, слушателю Литература, искусство дает нам творческую свободу Вот в этом ее великий смысл Ну и еще, конечно же, искусство Это универсальный способ общения От души к душе На заре своей туманной юности Я как-то написала Всякая душа невидимка И неслышимка Мы в искусстве соединяем свои души Это очень важно Мы находим достойных себя собеседников Вот я думаю, так Собеседником, прежде всего Вот тут затронули такую тему для меня важную Взаимоотношения Учитель-ученик Учитель, на мой взгляд, одна из самых трагических профессий вообще в мире Потому что, с одной стороны, учитель должен обязательно чувствовать склонность к ребенку Он должен любить ребенка Иначе чужого ребенка Иначе его профессия лишается смысла Не любя свою работу, не любя профессию свою Невозможно достичь в ней значимого результата И учитель, который не любит детей Он не может работать с ними Это драма огромная и для детей, и для самого учителя Если он не любит детей И другая проблема Если ты настоящий учитель Ты должен воспитать того, кто тебя превзойдет Ты должен все время быть с ребенком А если ребенок еще талантливый И ты понимаешь, что ты растишь талантливого человека Ты должен давать ему столько Чтобы он возрастал на твоих глазах И перерастал У тебя не каждый на это способен Но настоящий учитель должен идти на этом Должен понимать Ты растишь того, кто тебя превзойдет А значит уничтожит Конечно Художник должен быть голоден Нищ и гоним Сытый, счастливый художник Вряд ли способен создать что-то серьезное Знаете, один из моих друзей Ирлан Хугаев Замечательный осетинский поэт Филолог и прозаик Режиссер и артист Он интересную вещь сказал Художник болеет Самыми тяжелыми болезнями человечества Для того, чтобы всем своим существом Выработать вакцину Вот художественное произведение Настоящее Это и есть такая вакцина А если ты сын, доволен, счастлив Все у тебя хорошо Ну какая вакцина? Если ты не болен Если тебе не больно Не страшно Не одиноко Поэтому я думаю, да Он должен быть голодным Он должен быть несчастлив Он должен быть гоним Он должен переживать Он должен страдать Правда У каждого художника Музыканта Живописца, скульптора Бывают такие минуты Настолько высокого счастья Связанного с творчеством Что это искупает все вот эти вот проблемы Огромные Совершенно одинаково И талант И трудолюбие Это очень важно Я замечала Что талантливый человек Труд Который он совершает Делается огромной радостью Это для него счастье Вот недаром же Наш брат-литератор Так ждет вдохновения Когда оно тебя постигает Ты забываешь обо всем на свете Ты работаешь над одной фразой Сутками Пока наконец она не является перед тобой Не является тебе в своем полном совершенстве Когда ты доволен Когда ты доволен взыскательный художник Когда ты доволен своей работой Тогда никакая критика тебе уже не страшна Поэтому действительно Никакой труд не заменит таланта Но талантливый человек Прекрасно понимает Что без труда Без огромного труда Который ты вкладываешь в свое произведение Ничего не будет Поэтому и то и другое Чрезвычайно важно Без таланта художника не бывает Но и без труда Художник не создаст ничего достойного Надежда — это уверенность в том, что лучшее впереди Человек, который не ждет лучшего, погружен во мрак Ему не хочется жить Вообще, на самом деле, жизнь очень сложная штука И тяжелая Мы рождаемся в муках И уходим в муках И вообще жизнь наша — труд бесконечный Даже если человек живет очень легко Все равно над нами висит этот домоклов меч неизбежного ухода И вот если нет надежды, нет этого света Впереди, в конце тоннеля, как говорят То и жить-то, в общем, незачем Поэтому без надежды человек, как птица без крыльев Будет ли это счастье? Вообще, жизнь сама по себе Вот понимаете, когда свет надежды ее озаряет То мы понимаем, что счастье есть И оно достижимо Даже когда совсем плохо Даже когда совсем тяжело Уходит надежда, уходит смысл Я даже к смерти стала относиться последнее время иначе Все возникает и исчезает И при этом не возникает и не исчезает никогда Понимаете? И вот это как произведение искусства Ты начинаешь его и заканчиваешь И отпускаешь от себя Художник начинает писать картину, живет ею Потом он наносит последний мазок, последний штрих Картина закончена и уходит к другому человеку Теперь она — собственность другого человека И любое событие так Оно начинается и заканчивается Ты берешь класс, проживаешь с ним жизнь определенную А потом эта жизнь заканчивается Начинается другая жизнь И вот это ощущение полноты мира В котором все всегда есть И ничто никуда не исчезает Помогает пережить Когда все сладко, только сладко Остается ощущение чрезмерности какой-то Не надо слишком сладкого Момент горечи, момент печали, грусти Совершенно необходим для того, чтобы наша жизнь была полна Она очень разная В ней есть горькая и сладкая И соль нашей крови и наших слез И кислота нашего раздражения и возмущения и обиды И сладость любви и нежности, гармонии И свежесть переживания, когда ты просыпаешься утром и говоришь Слава Богу, начался новый день Если ты переживаешь чужую боль как свою Если ты по-настоящему приобщаешься к опыту другого человека То, конечно, учишься Конечно, учишься Поэтому мы же принимаем близко к сердцу То, что происходит с нашими знакомыми, с нашими друзьями Это ведь те же самые мы И вот это ощущение чужого опыта как своего, конечно, человека учит Хотя, я думаю, человечество вообще не очень-то учится на своих собственных примерах Моя любимая книга Великая книга всех времен и народов, по крайней мере, европейских Это Илиада Гомера И вот сейчас я возвращаюсь к ней Перечитываю вновь и вновь И вижу, что Гомер описывает нашу жизнь Нашу, наши войны Наши страдания Нашу невозможность преодолеть обиду и гнев Гомер показывает, как возникают войны Почему так трудно их закончить Эта книга великая была создана Примерно в 8-9 веке до нашей эры Ее читали поколения и поколения людей Сначала слушали, потом читали И никаких же выводов не вынесли из нее Так что наше замечательное человечество Вечное дитя Вот вечно наступаем на одни и те же грабли Вечно получаем полбу Какое-то время думаем над ударом А потом, а, и идем дальше Так вот все и происходит Редактор субтитров А.Семкин